Сейчас я расскажу, как работает рецепт Layer Copy. Layer Copy, несмотря на кажущуюся простоту, один из таких на самом деле очень мощных рецептов, но для пользователя он абсолютно прост, прост как 5 копеек. В любом месте изображения, где бы мы ни находились, можно просто нажать Layer Copy. И результатом работы этого рецепта будет изображение, которое представляет собой склеенные все слои этого изображения. Они склеиваются, и вот этот слой Merged Layer – это изображение, содержащее всю комбинацию низлежащих слоёв. Здесь всё на самом деле очень просто. Итак, сейчас я покажу очень несколько вариантов. Допустим, вот такое вот у меня изображение является собой 50% обесцвета. Здесь черно-белое изображение наложено на оригинал в 50% смешении. Значит, если я нажму сейчас Layer Copy, то у меня получится собранное изображение, которое будет представлять вот оно. Очень хорошо заметно, что это изображение является уже собранным. Прелесть этого всего состоит в том, что если мы обрабатываем, и у нас есть, скажем так, несколько слоёв, то мы можем в любом месте находиться на изображении, и совершенно неважно, видимый слой, невидимый, в какой он прозрачности, в какой он группе находится, мы в любом месте нажимаем просто, если даже, допустим, я сюда поставлю какой-то там более сложный рецепт, допустим, там, запущу, к примеру, там, ретушь. Вот, ретушь обрабатывает, создаёт сразу несколько слоёв, в данном случае пока она работает, я расскажу. То есть результатом работы разных рецептов является разное количество слоёв, не всегда один. Иногда это бывает целая группа. Вот, и в любом случае, если мы даже находимся внутри группы, вот как сейчас, прошу обратить внимание, мы стоим довольно глубоко внизу, причём здесь возможно, что могут какие-то слои быть включены, выключены, там, это совершенно неважно, вот этот слой я могу выключить, этот слой я могу выключить, то в любом случае, если я нажму Layer Copy, то он встанет наверх, соберёт все слои и их объединит, что является очень удобным подспорьем, если мы не хотим терять работу, которая была проделана на низ лежащих слоях. В общем-то, большого здесь никакого секрета нет, больше его никак использовать нельзя, только как для сохранения промежуточного результата.